Ну, основное из новостей — это покрытие, покрытие геоданными, индексы, конкуренция, и все это заканчиваем. Сейчас в пандемии очень многое изменилось, в этом году мы активно все это покрываем и заканчиваем, да, то есть до домов. Еще интересные инструменты — это фильтр сигнала смартфонов, то есть показатели трафика, то есть если раньше мы оперировали среднесуточными значениями, то сейчас можно оперировать значениями понедельник, там, буднего дня, субботу, там, пятницу, субботу с пяти до восьми, да, там, и так далее. Вот такие все истории сейчас могут быть уже с помощью определенных фильтров автоматизированы. Есть новости, связанные с таймлайном, то есть вот 2016 год, 2018, 2019 год, да, то есть изменения. Когда мы работаем долго, мы можем следить за вот этой конкуренцией, о которой сегодня говорил магнит. Дальше было порядка пяти или больше даже уже внедрений в workflow, то есть автоматизации бизнес-процесса, который в простой компании может быть, там, простым, но он обычно никогда не, ну, в средней компании, в малой, он обычно никогда не является простым, всегда есть обратная связь, а если много отделов, то их несколько, да, и вот автоматизация всей этой цепочки на основе карты, на основе различных данных и постановку во главу угла определенных KPI, то есть либо это товарооборот, либо это количество посетителей, еще что-то. И от него дальше люди отталкиваются в зависимости от того, какой вид отдела, как мы его корректируем, как ведем статусы, кто менял, какие решения принимаем на инвестиционном комитете, все это уже давно используется, да, и это все уже есть в инструменте. Понятное дело, что очень многим по-прежнему нужна модель Huff, да, она тоже уже, в принципе, автоматизирована, да, очень много всяких улучшений, о них я не успею рассказать, там, сейчас очень модная тема пакетной выгрузки данных, то есть в радиусах, да, то есть можно задавать несколько радиусов и датасеты выгружать для более аналитики, и уже как бы не там 3-4 зоны, а уже там 9 зон в геоинтеллекте, их можно уже раскрашивать разными цветами, и самое главное, во-первых, для малого бизнеса очень важный момент, можно сравнивать показатели между зонами в одном экселе, можно выводить балльную оценку и так далее. Бизнес-потенциалы, о которых тоже много говорилось сегодня, вот Артем говорил, что есть такие модели, то есть эта модель, это как бы прообраз зон пригодности, когда мы в каждой ячейке вы посчитали в зависимости от категории бизнеса, вот, например, медицинские лаборатории, где лучше их открывать, да, то есть в зависимости от факторов, то есть мы делаем так, чтобы человек уже, особенно малый бизнес, если средний, принимал решение, да. Все это возможно благодаря, на самом деле, не только нам и не только нашим возможностям и мэтчингу различных открытых данных, но и, конечно же, партнерству с различными компаниями, а также технологические такие у нас есть партнерства, в том числе с Яндекс.Клаудом и, например, с Яндекс.Даталензом. Вот сегодня был у нас с вами доклад в начале, да, о том, как можно использовать, например, вот эту платформу для аналитики. Вот здесь я показываю пример использования прям данных ОФД на уровне муниципальных образований и зон индексов, количество чеков, средний чек, категории, дискаунтер, супермаркет, сравнительный анализ, то, чего, например, в нашей платформе не сделать, да, но, тем не менее, здесь мы тоже участвуем в этих проектах, и всегда можно сравнивать эти показатели. И наше стремление к тому, чтобы эти данные были дешевле, доступнее, мы к этому, в общем-то, идем. Сейчас платформа полностью доступна в разном виде лицензий, продолжение следует, а сейчас хотел все-таки закончить нашу секцию. Я сегодня понял, что мы, конечно, к сожалению, не успеваем нашими всеми докладами всегда укладываться в тайминг. Надеюсь, что это будет продолжение в офлайн. На самом деле, большое спасибо всем, кто сегодня смог выступить. Да, я надеюсь, что мы дальше будем встречаться. И на самом деле хочется, вот я тут себе налил, хочется выпить за людей, которые делают геоаналитику, в крупных компаниях, обратить внимание, что все растут, да, уже все руководители, да, скоро будут в своем отделе и так далее. Предприниматели, которые, вот как Максим, например, яркий представитель, значит, которые очень активно все это используют, и мы тоже видим, что малый бизнес пользуется этим, да, это тоже очень хорошо. Многочисленные консультанты, которые делают сложные задачи, мы тоже ими иногда бываем, являемся студенты, стартапы и так далее. В общем, я за всех хочу выпить, за нас с вами, давайте продолжать коммуницировать, общаться, обмениваться опытом и развивать нашу с вами технологию и нас с вами, как на работу, в которой мы работаем, да, в развитии это всегда хорошо, ну и нас внутри тоже развивать. В общем, всем большое спасибо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok